Меня зовут Лев, фамилия моя Николаев, я работаю в небольшом городе Обинске, это 80 км от Москвы, Калужская область. Я работаю в операторе связи региональном и, ну скажем так, я системный администратор, это слэш-системный архитектор, и вообще операторы связи ставятся тем, что девопс-культура там сложная, в том смысле, что упавший прот – это обычно, ну как бы не так, что больно, это очень больно, потому что абонентов много, ну то есть у нас, например, порядка 50 тысяч абонентов, и если вы приложите прот, то будет больно, причем в любое время. Поэтому с девопс-культурой сложно, и сложно даже с разными технологиями, которые мы используем, и когда мы общались с организаторами конференции, обычно вообще не выглядит так. Я им говорю, ребят, вот у вас есть, может быть, тема какие-то интересные, вот call for papers, расскажите что-нибудь. Я им говорю, ребят, вот я последний год занимался вот этим, с прошлой конференции. Они говорят, о, классно, расскажите нам об этом. И я хочу сказать, что задача моего выступления, на самом деле, донести какой-то опыт эксплуатации, и поскольку мы оператор связи, у нас эксплуатация специфическая, достаточно такая, ну хочется, чтобы высоконадежная. Именно поэтому мое выступление может показаться немножечко странным с точки зрения там его физкультуры, но тем не менее постараюсь. Так, первая проблема, собственно, часть первая, в чем дело, брат, то есть, как бы, что случилось вообще, про что этот доклад. Если говорить про технологии виртуализации, которые вообще используют операторы связи, то вы удивитесь, но там очень у многих властвует венгарь и ESXi. Это, соответственно, вполне себе бесплатный продукт, вполне себе рабочий, вполне доступный, хороший и достаточно удобный гипервизор был. Мы с ним работали, начиная с пятой версии, и последовательно он выходит из определенного кода графика, но там мажорный апгрейд, обычно 5.0, 5.5, 6.0. И мы мерились со всеми его особенностями. Да, чтобы было управлять, нужна утилита под Windows. Окей, мы мерились, лопали этот кактус. С версии 6.0 периодически начали отваливаться некоторые вещи, то есть, допустим, отвалился мониторинг, и надо было подходить к гипервизору и что-то делать в консоли. Мы терпели. А потом вышла версия 6.5, трэш-угар, когда мы уже не могли больше терпеть. Там сломали все. То есть, это такой классный релиз был замечательный. Значит, во-первых, там появился веб-интерфейс. То есть, тебе говорят, все, может приложение для Windows не использовать, свободен, теперь веб-интерфейс. Он на Angular, тот с exception валится сразу же, как только ты броузером заходишь в админку. То есть, к логере сидеть, exception. И половина веб-интерфейса не работает. Причем в разных броузерах разные exception вываливаются. То есть, можно из Chrome зайти, вот тут exception получишь. Safari вот здесь. Потом сломали возможность удаленно мониторить статус-рейт массива на гипервизоре. Это вообще чудесно. То есть, как бы просто прекрасно. То есть, как бы, вот эту опцию взяли и выбили просто. Я понимаю, да, наверное, какого-то счастья. То есть, у тебя есть рейт-массив, он летает, а что с ним? Ну, сходи, вот эту утилиту запусти и посмотришь. Это еще не все. Понимаете, дальше больше. Ну, ESXi бесплатный продукт. Но, тем не менее, он базируется на близких технологиях к взрослому продукту в VMware, в Esphere. И даже в платных версиях появилась проблема с поддержкой сетевых карт Intel современных. Причем проблема такая, что гипервизористы, берет, в какой-то момент падает. Вот голубой экран смерти — это у Windows, а у ESXi — purple screen of death. То есть, он пурпурный такой, красивенький. И вот он сберет, и внезапно сетевой последний Intel, там, 710-й, берет, и в этот экран смерти и падает. Нормально. И вопли на форумах даже платных пользователей приводят к тому, что им техподдержка приватно говорит, ребят, мы с Intel больше не дружим. Ну, как бы, купите себе не Intel, пожалуйста. Ну, как бы, после чего начинает дрожь по телу бегать иногда. Вот. И, естественно, мы использовали ESXi, трансплатная версия. Там нет миграции, и не будет ее никогда, потому что это гипервизор базового уровня. Можно что сделать? Можно поставить виртуалку на паузу, скопировать ее втихаря, и там рассуспендить на другой машине, надеяться, что все будет хорошо. Оно и наша проблема. При этом, как бы, проблема, слава богу, она вылезла не сразу, потому что у нас гипервизоры все-таки в продакшн вводятся постепенно, и где-то еще и не 6,5, но там, где 6,5, стало понятно, что так жить нельзя. И, как бы, собственно, о чем хочется-то? Ну, хочется достаточно простых вещей от гипервизора, да? То есть, во-первых, мы хотим им управлять лучше из-под SSH, нежели чем кликать из веб-интерфейса. Почему? Ну, потому что SSH удобен, конечен, и SSH у нас нормально работает на всех мобильных устройствах, чего не скажешь об интерфейсах, которые иногда на мобильном девайсе плохо. Себя ведут, особенно там, экраны слишком маленькие. Да, нам нужно виртуализировать Windows, то есть мы, ну, как бы, клиентам иногда, они просят нас у себя что-то похостить, мы даже хвостим. Мы хотим, что мы хотим? Свежих драйверов мы хотим, потому что, как бы, собственно, мир изменился, и если раньше ты ставил драйвер и менял драйвер сетевой карты только с апгрейдом железа, то теперь, ну, да, он там все свеженький выходит постоянно. Что-то фиксит. Поэтому мы хотим свежих драйверов, мы хотим возможности настраивать систему. И мы хотим живую миграцию. Мы не хотим пока кластеризации, там, вот это все, поверьте, опять же, оператор связи специфичная потребность. То есть мне не особо нужна кластеризация, например, потому что я знаю, что такое сплитрейн кондишн или как потом собирать там упавший кластер. В общем, это боль, и мы пока этого не хотим, мы живую миграцию хотим. Стаем мучительно выбирать, и стало очевидно, что вообще, как бы, рынок на сегодня крутится вокруг KVM и Linux контейнеров. Да, можно к цену попробовать, там своя атмосфера. Про Ксен отдельно скажу, почему его не выбрали. И наиболее интересно, и, как ни странно, у многих используется, выглядел Proxmox, Virtual Environment, наверное, многие слышали. Но это странная вещь. То есть если вы пойдете на сайт Proxmox и скачаете там образ, который они дают как референтный гипервизор, то это дебиланс и трону бунту. Ну, как-то, даже не знаю, в общем. Соседи, кстати, AltLinux, это наши соседи по офисному зданию, они говорят, а мы его вообще в виде пакета собрали. То есть, ну, как бы, ставите AltLinux, потом туда пакет, и у вас Proxmox. Это удобно, но мы не катаем AltLinux в пророде, поэтому мы не стали пользоваться этим путем. В итоге, что мы выбрали? Почему мы взяли KVM? Потому что, во-первых, больше знакомых, кто использует KVM, и есть какой-то фидбэк, можно собрать. Знающих КСЕН мы не нашли у себя вообще никого, и желающих быстро познать тоже не нашли. Плюс мы еще хотели, мы были молодые, наивные тогда, когда все это выбирали, мы думали, что мы кроме KVM будем на той же машине, как и в Proxmox катать контейнеры. Будет классно. Поэтому, что делаем? Берем Power Metal машину, вкакываем туда Ubuntu, Tesla, релиз, там, какой нравится, 16.04, сейчас 18.04, все классно. И все. Это обычный нормальный Linux, мы знаем, как его загружать, мы знаем, как его чинить, если он ломается. То есть, как бы, все классно, да, и получаем гипервизор. Все здорово. И вот о том, какие грамели ждут на этом пути, я, собственно, и хочу рассказать так, по-быстренькому. То есть, конец первой части в том, что там мы остановились на Power Metal, плюс Ubuntu, плюс KVM и контейнера, скорее всего. Будет классно. Часть вторая. Как только вы выбираете KVM, вы знаете, выбирать гипервизор, это как религию практически. То есть, дальше начинается этап изучения матчасти. Вот эти три слова надо будет выучить и понимать, что это такое, если вы хотите работать с KVM. Там внезапно вылезает KUEM, что-то, либвирт какой-то. В общем, короче, для человека, который от этого был далек, сразу становится как-то тяжело вообще. Ну, давайте. Ну, сначала KUEM. KUEM – это, собственно, тот самый магический порошок, который виртуализирует операционки и их вызовы к высшим силам преобразуют в вызовы к настоящему процессу. То есть, прокладочка такая. Естественно, но это не бесплатно, эта трансляция вызовов. Соответственно, это медленно очень. То есть, вы можете пойти на страницу проекта KUEM, скачать его, собрать, запустить. Все клево и медленно. То есть, все хорошо, но плохо. Ну, KUEM уже занимается тем, что виртуализирует там кучу других устройств. Но, как бы, что он и понимает, то есть, кто такой KUEM? Это вот тот самый магический порошок, который превращает вызовы виртуализируемой операционной системы в вызовы к настоящему процессу. Все просто. Соответственно, для вас виртуализируемая операционная система в вашем гипервизоре это один процесс. Очень удобно. Очень. Чтобы ускорить это дело, есть модуль ядра KUEM. Он в бейнстриме, то есть, в стандартной поставке уже давным-давно и позволяет KUEM транслировать не все инструкции подряд, а часть из них. В финале это быстрее. Это офигительно быстро. И, соответственно, если вы используете KUEM с KVM, будет классно. Что такое еще раз KUEM? Мога ядра. Все. То есть, соответственно, если вы выполняете установку KUEM на вашу любимую операционную систему, вам приедет меглеядра и KUEM, которые умеют этот меглеядр использовать. Все классно. В принципе, хорош. Что еще надо? Что за любвирт какой-то? Дело в том, что KUEM, если вы не поставите любвирт, это такой спартанский титул вообще суровый. И как выглядит запуск операционки? Пишите KUEM и дальше 5 строк параметров. Сетевка такая-то, диск такой-то, вот это не забудь и это не забудь. Нет, в принципе, это вполне unique-свои. Почему бы и нет, в конце концов? Кому-то нравится. Но часто вы не хотите не просто запустить виртуальную машину, вы хотите как-то среду для нее подготовить, еще что-нибудь. Поэтому есть обвязка под названием Либвирт. Это набор тунзов, который призван быть единым комплектом для любого гипервизора. То есть, вы Либвирт поставили чпок, и с помощью него управляете KUEM, RINUX-контейнерами, XEN, вообще чем хотите. То есть, одна тунза и все. Все классно. Типа, выучили Либвирт и все хорошо. Ха-ха. Ну, конечно же, это не так на самом деле, но будем считать, что это так. Как оно конфигурируется? Ну, конфигурируется оно очень просто. У вас есть команды, которые вы можете выполнять, но как-то менять конфигурацию. Но все это хранится в XML-файлах, их редко надо править руками, но очень удобно экспортировать, импортировать. То есть, допустим, вы сделали XML-файл, который описывает вашу желанную виртуальную машину базовую, а дальше вы просто правите и импортируете, правите и импортируете. Очень удобно, гораздо более удобно, чем, допустим, в ESXi выглядит создание виртуальной машины. Там каждый раз криеют нью-виртуальную машину и отвечают на вопрос. Соответственно, сразу же бонус, что Либвирт и КВР автоматизируются гораздо круче, чем ESXi. То есть, автоматизировать процесс создания виртуальных машин, что-нибудь еще тут можно. А в ESXi практически нет. Ну и ладно, это же не все, вы же понимаете, я же не мог так мимо пройти, мы же хотели контейнеры тоже, я про контейнеры тоже буду рассказывать. А что такое Linux-контейнеры, да? Контейнеры — это такой черуд на стероидах. Есть в ядре такая штука, как на main spaces в Linux-овом ядре, и это, по сути, когда ядро делает вид, что оно, только не оно. То есть, оно создает отдельный main space, в который помещается процесс, он там крутится, ему там хорошо, и он там как бы изолирован. Соответственно, надо не путать LXC и LXD. Это вот самое хорошее вопрос на собеседовании, расскажи разницу между вот этими штуками. Оно, соответственно, LXC — это инструменты для запуска контейнеров, но очень базовые. А LXD — это, по сути, аналог LibWirt, то есть, некая обвязка, которая позволяет вам не руками в файл лазить, что-то там править, а более высокого уровня, выдав одну команду, допустим, там вешать сетевой адаптер на контейнер. Удобно? Удобно, вполне нормально. И еще раз, с LXC под капотом контейнератором очень базовые инструменты, как в QMU. LXD — это, по сути, уровень выше аналог LibWirt. Ой. Ой. Спасибо. Что с конфигом? LXD с конфигом посложнее, в том смысле, что он все хранит в своей базе, она вот там, в ARRIP LXD болтается. Если базовый номерал, ну, по-сорян, как бы, жизнь будет. Выгрузки там нет, как таковое, но какие-то изменения тоже можно командами автоматизировать, тоже нормально. Тоже ничего. И в целом, вот на этом этапе, когда мы делали тестовые пробные прокатки к чего бы то ни было, то есть развернули Ubuntu, развернули там контейнера, попытки посмотреть, все выглядело вполне себе по-косъедобному. То есть в целом ничего нормально. Ну, поехали. То есть как бы, давайте попробуем проводовую нагрузку на это положить и, как бы, где же грабили. Ну, понеслась. Начнем с сети. Ну, мы же все-таки в операторе связи, для нас сеть критична. Беда в том, что если вы вообще, в принципе, поставите задачу поискать документацию по КВМ, особенно по сети в КВМ, вам там в 90% случаев странные люди из интернета скажут вот бридж, его используют. Линусовые бриджи, я думаю, знаете все, в чем с ними проблема. Все классно, но бридж это достаточно старая придумка и бридж не делает ничего умнее, кроме как помещая адаптер в промежусьмод. То есть адаптер начинает принимать не только адресованные ему, а вообще все. И потом разбирая в софте уже без всяких там хардварных ускорений, разбирая в софте что там кому было предназначено. С этим проблема, а оно медленно работает. И достаточно давно придумали немножечко другой способ работать с сетью в КВМ. Конкретно два способа хороших. Один называется MacVetup, MacVlan. Второй называется SRAOV. И здесь разница в чем, что MacVetup он требует просто определенной версии Hydra. А SRAOV это модная фишка контроллеров сетевых, не только Intel, которая позволяет вам виртуальной машине отдавать чуть ли не напрямую кусочек, маленький выделенный кусочек сетевой карты. Почему я говорю о них от двух? Потому что мы же говорили с вами про миграцию. И вот не знаю, как у там крутых пацанов, наверное у крутых пацанов понятно, у них парк унифицирован. А у нас в ПРОЗе разные сервера бывают. И где-то SRAOV нет. Поэтому если вам хочется миграции, то надо, конечно же, использовать для своих виртуалов ту технологию, которую тянут все. Соответственно, MacVetup это выбор тех, кто не хочет еще париться про конфигурацию. А если у вас все сервера поддерживают SRAOV, отлично, берите его. Но там есть нюансы в миграции виртуальных машин. То есть почему-то некоторые коллеги портовали о зависаниях виртуальных машин на всяких там особенностях. Соответственно, от SRAOV осторожно, а MacVetup надо использовать. Есть совершенно замечательный доклад Тошияки Макита. Он разработчик стимула стека Linux в том числе. и такие презентации бесценны. Она называется Virtue Switching Technologies с Linux Bridge. Если интересно, почитайте. Он там конкретно с параметрами на пальцах объясняет, почему Bridge не надо. То есть как бы хорош. Все, прекращайте это делать. Но я еще раз повторюсь, беда в том, что по КВМ много информации, но в основном это мусор. Понимаете, да? То есть и когда вы начинаете вот это все использовать, работать с этим, вы понимаете, что почему-то и так какая-то и печально. Надо все тестировать самому, работает она или не работает и как. Как работает Mac в этап? Он использует так называемый Unicast Filtering. Это аналог того, как если бы вы на сетевую карту повесили несколько Mac адресов. То есть там нет промежа смолд. Экономит процессор за счет того, что там меньше копирования происходит. И единственный минус это то, что с самого гипервизора вы из-за Mac в этап не можете общаться с виртуальной машиной, которая на нем подняла адаптер. Но обычно с гипервизора ходит в консоль виртуальная машина и редко ходит туда по SSH. Поэтому это не особо проблема. А если вам на трафик надо посмотреть на этот интерфейс, это можно, это нормально. То есть там все отлично, можно запустить TCP-дамп и насладиться, если вам хочется наслаждаться, потому что в нашем случае чаще всего речь идет о гигабитных скоростях и как бы там в общем TCP-дамп можно только понять, что там что-то есть. А больше ничего нельзя. Дальше. Систем-дэ в РГД. Здесь вообще классно. Дело все в том, что тут как бы собственно все уже знают, что такое систем-дэ, но до сих пор почему-то все считают, что стандартные инструменты конфигурирования сетевых адаптеров вашей операционной системы лучше. На самом деле нет. И в 90% случаев систем-дэ Network-D оказывается удобнее. То есть систем-дэ что делает? Он говорит дружок, у тебя теперь будет не один большой файл с настройками сетевыми, а много маленьких. И это намного удобнее, поверьте мне, для того, чтобы отслеживать изменения, что происходило с конфигурацией вашего гипервизора. Нежели редактировать один оперфайл ECS Network интерфейс и с нафакапил там, ну как бы извини, все. Все, пока. Единственная особенность, которая не понравилась нашим системным инженерам, она заключается в том, что в отличие от ECS Network интерфейса со старых способов, ну я сейчас про Ubuntu говорю, в отличие от старых способов общения с сетью, системный Network-D перезапускает сетевой адаптер, это не мешает, как ни странно, виртуалкам, но при попытке это сделать на одном из наших серверов, которые держат BGP-сессии, BGP-сессии рвались, и нашим системным инженерам это очень не нравилось. Соответственно, применяйте с осторожностью, в общем, там, где применяется, применяйте, но я за то, что SystemD Network-D это отличный способ конфигурировать сеть, пусть он пока немножко сыроват, но надо привыкать, потому что я думаю, что другого у нас не будет. Как устраивать сеть? Если вы просто установите KVM и LXD на одну машину, то каждый из них, считая, что он тут один, создаст вам классную конфигурацию с бриджами и BGP-сессами, поэтому у вас будет два бриджа, один KVM и другой LXD, не надо так делать, уберите их к черту, создайте один бридж с DHCP для тестовых машин или для каких-то вещей, то есть, когда вам нужно просто DHCP, не впрод, потому что производитель сетет будет так себе, естественно. Что с хранилищем мы делали? Понимая, что у нас, собственно, будет KVM и надо где-то хранить сами жесткие диски машин, мы пришли к общему хранилищу, я в этой презентации про него рассказывать не буду, там тоже отдельный интересный путь, как мы к нему шли, там тестили, смотрели и так далее. Не пугайтесь с того, что это типа точка отказа, потому что на самом деле если у вас нет единого хранилища, то у вас много точек отказа, а так у вас будет одна. Не думайте, что много точек отказа это лучше, чем одна, потому что на самом деле наш опыт показывает, что держать в хорошем состоянии одну машину, которая у вас с сетевой, вернее, которая с сетевым хранилищем, легче, чем держать в нормальном состоянии пять машин, каждая с своим контроллером. И хорошо, если у вас внутри дата-центра 10 гигабит, потому что в принципе сейчас уже более или менее свитчи стали достаточно дешевые, и Nexus и недорогие, для доцеплевые и классно. Но даже 1 гигабит в секунду это 125 мегабит в секунду чтения записи. В целом вполне прилично для ряда не требующих особого диска задач. Главный бонус, конечно, централизованного хранилища заключается в том, что миграция становится безумно быстрой. То есть, вы понимаете, чтобы мигрировать виртуалку с гипервизора на гипервизор, надо только передать ее содержимое оперативной памяти и то в очень-очень таком упрощенном виде. Но не нужно думать, что это ограничение. Если у вас нет общего хранилища, отлично все перенесется с одной машины на другую просто дольше. То есть, понимаете, что надо будет сначала передать еще весь диск виртуалке, он может быть большой. Это четко смазывает впечатление от кайфа миграции живой. То есть, с единым хранилищем это делать веселее, проще и быстрее. Ну, что такое передать на сети, допустим, у нас виртуалка 8 гигабайт оперативки. Что такое передать 8 гигабайт по 10 гигабайт на сети? Ни о чем. То есть, вы считали до 10, она переехала. Очень хорошо. В итоге, тот момент истины. мы такие думаем, ну, окей, классно, мы же можем воспользоваться контейнерами линуксовыми, это же классно. И мы же на убунте, это все поднимаем, и там, где нам нужно убунту, классно, мы можем сэкономить, или не убунт, там, ну, что-то, что поддерживает тоже ядро, да? а если другое ядро, то к вам возьмем и будет классно. В итоге, вот, где-то месяц назад мы окончательно поняли, что нет и с LXD мы пока не дружим. Почему? Ну, плюс в LXD только один, на мой взгляд. Мы экономим память на ядре. Если у вас, там, представьте, 25 виртуалок, да, у всех одинаковое ядро Linux, ну, зачем его хранить в памяти 25 раз? И контейнеры эту задачу решают элементарно, у них нет своего, да, это все классно, они используют то ядро, которое есть у виртуалок. Это здорово, но дальше начинается с плашняком проблема. Первое, в нашем случае, то есть это минус для нас, это не обязательно будет вашим минусом, да, но блочное устройство для контейнера надо монтировать, то есть запуская контейнер, надо ему говорить, у тебя вот корневая файловая система, она тут вот там, туда иди. Это проблема для миграции, потому что вы не можете, ну, без повреждения смонтировать блочное устройство из двух мест, потому что монтирование равно запись. Записывать из двух мест так себе, и поэтому как выглядит миграция, то есть в теории надо засоспендить виртуалочку, быренько ее тут размонтировать, на соседней машиночке быстро ее смонтировать и запустить. Ну, так себе шло. Но это еще не все. Дело все в том, что процедура со спенда, то есть постановки на паузу контейнера решаются утилитой КРИУ, которая вообще к самому проекту LXB никакого отношения не имеет. Ну, то есть это отдельная утилита, контейнер restore in user space она расшифровывается. Перед это наши соотечественники. Это чудесная утилита, я не спорю, но если она не работает, то можно пойти поплакать и все. Ничего с ней сделать нельзя. И используемый нами задекс-агент в контейнере ведет себя странно. Ну, как странно, то есть он рапортует не все параметры свои. Это особенность, конечно, контейнеров и то, что, как по мне, контейнеры, несмотря на все эти усилия, которые в них запихивают canonical, пока сильно далеки от продакшн использования. Но об этом я вот в open space хочу еще поговорить с коллегами, мне интересно, что расскажет. Ну, главный минус большой, серьезный. Значит, вот ты видишь, что у тебя какая-то ненормативная нагрузка по инстасию гипервизора, я подскочил на использование ресурсов, ты видишь, окей, кто у нас там себя плохо ведет, заходишь на гипервизор и, естественно, выпускаешь команду топ. Ты видишь там процесс, который себя плохо ведет. Классно. Ну, у тебя же, собственно, ядро-то тоже используется. Одна проблема, ты не можешь быстро понять, из какого контейнера этот процесс. Ну, то есть, ты зашел, ты видишь плохой процесс, но ты не понимаешь, откуда он. И уходит ощутимое количество времени, чтобы разобраться, откуда папки-то, собственно, вообще. Кто это, кто виноват. В итоге, чтобы понятно, да, вот единственный плюс, который мы нашли, это экономия памяти на ядре, но кирменширт-мемори, технология КСН, которая в КВМ есть, она, собственно, и так это делает. Соответственно, что мы решили, что пока слабо. Теперь про крию отдельно. Это криугольный камень миграции контейнеров. Это не часть проекта LXD, я уже об этом говорю. И если контейнер не со спиндит, с игрой можно маме пожаловаться, ничего больше толком делать нельзя. И мы на тестах наткнулись на прекрасное. То есть, ты создаешь пустой контейнер, там нет ничего, ты создал пустой контейнер. Ты берешь криу и говоришь, вон контейнер, сделай ему саспенд. Криу не ларивается, говорит, я не могу. А знаете почему? Там DHCP клиент. Запущен. После этого хочется просто плакать. То есть, ну, как бы, ты, конечно, этот баг репортишь, там все дела, тебе говорят, да, да, вы понимаете, дело в том, что DHCP клиент открывает сокет, roll, там вот это все. Ты говоришь, ребят, я не... Еще раз, то есть, если я запустил DHCP клиент, все, у меня никакого рестора контейнера, то есть, нельзя саспендить, тебе говорят, ну, да. Ну, после этого, как бы... В итоге, что мы для себя поняли? LXD классен, прекрасен, чудесен для построения некой continuous integration среды, когда вы можете чистую виртуалку раскатывать за секунду при помощи снапшота. То есть, это работает вообще классно, то есть, и тесты, и здорово. И мы агрессивно это используем, потому что мы используем шерф для автоматизации, нам где-то надо катать кукбуки, да. Мы это делаем, классно, нам нравится, но в продакшен пока не-не-не-не. Только КВМ, только хардкор. Теперь про миграцию. Про миграцию коротко, на самом деле, она работает, она просто работает, знаете, как у Apple, и джет, джет, так и есть, пацанский работает, все классно. Одна проблема, я уже говорил, что документация по КВМ фрагментарная, часто напоминает чтение не по-ничего. Вот, вообще, если вы откроете просто документацию по миграции, там вот этих двух параметров не будет изначально, там в примере их не будет, то есть, она просто говорит, если ты хочешь мигрировать, на том сервере, где виртуалка, напиши в консоли вот это, вот тут именно виртуалки, а это именно того гипервизора, куда мигрировать, да, и все будет классно. Ты пробуешь, и оно и правда классно. То есть, ты это сделала, она переехала. Отлично. Две проблемы. Первое, если не указать вот этот параметр, то виртуалка-то переедет. Но ее конфигурация на первом контейнере, на первом гипервизоре останется, просто она будет в состоянии выключена. Перезагрузить гипервизор, она опять с него стартует. То есть, он не кинет ее, то есть, когда она останется у него. Как документация говорить? Ну да. Второе, важное слово, persistent, это вообще страшная штука. То есть, если вы его не указали, то виртуалка переедет на соседний гипервизор, но не будет сохранена, как живущая там постоянно. Ну, то есть, как бы, я, типа, ее на время перенес туда. И если второй гипервизор перезагрузится, то он после загрузки вообще не будет знать, что, где она, зачем она вообще. Ну, в общем, я не понимаю, почему большими красными буквами вот про эти два параметра не сказано в документации. Ну, как бы, ну, вот так. Как проверить, что она persistent, это тоже интересно. Ну, то есть, ты думаешь, а друг мой коллега вот вкатнул, вот так вот, не прочитав, то вы можете выполнить команду, которая выведет вам информацию о виртуальной машине и гребните по слову persistent. Если она там есть, значит, она нормальная. Нету, ну, плохо. С чего начать, я сейчас про провеженник. То есть, как вообще раскатывать машинки-то, То есть, что с этим всем делать? Ну, в комплекте к ВМу идет утилита virp install, которая немножко монструозная, позволяет вам, задав кучу параметров, создать новую виртуалку и наполнить ее смыслом. Там, сидюк приотращить к ней, начать установку, VNC поднять, все классно. Но, дело все в том, что, как только вы начинаете делать в операционной системе как вам удобно, обычным результатом является того, что вас стандартный инсталлятор не устраивает. Ну, лично у нас это именно так. И, мы пришли к выводу, что гораздо круче сделать некий золотой образ, настроенный так, как нам надо, который проще потом клонировать и использовать в проде. Но, перед тем, как объяснить, как это делать, надо все-таки понять, что мы хотим от этого образа и как вообще строить хорошо образы для виртуалок. Тут, я считаю, вообще царит пустота, потому что в основном почему-то все довольствуются стандартными настройками. и я бы сказал, что особенно в девопс-культуре крайне низкий уровень понимания таких вещей, что такое MBR, GPT, загрузчик, как оно вообще работает, то есть это как бы нет. То есть обычно почему-то компетенция девопс начинается с того, что ну дайте мне запущенную виртуалку. Соответственно, в чем особенность виртуалки? Ну, надо понимать, что виртуалка, она живет по другим принципам, и я сейчас говорю виртуалка, подразумевая и контейнер тоже, на самом деле, просто настолько, насколько это к нему не нужен виртуалке сложный процесс загрузки. У нее обычно все просто. Понимаете, да? То есть как бы супермодный сложный процесс загрузки ей не нужен. И супермодный сложный загрузчик Grub, который конфигурируется как монстр и поддерживает 256 режимов загрузки, включая сдохлого емота, он там тоже не нужен совершенно. Потом виртуалке не нужно усложненное создание разделов на виртуальном диске там вот это вот все. Это обычно тоже виртуальной машине не нужно. И виртуалке нужна максимальная расширяемость, потому что обычная виртуальная машина склонна к тому, что прости и вырастать потом физически. Соответственно, к чему мы пришли, и это достаточно забавно, первое, мы пришли к тому, что невероятно крутой загрузчик это Лео. Хотя казалось бы, да он типа вот уже все уже, по-моему, пора, ему к земле привыкать. Ни фига подобного. Дело все в том, что Лео в силу своей простоты ему плевать на то, что на жестком диске нет разделов, а есть только LVM. Он говорит, ну ничего, я установлюсь и буду работать. Попробуйте граб установить на диск, где нет разделов MBR или GPT. Господи, граб в истеричку превращается. Говорит, а как так, тут нет MBR. И что? И что? Все, граб не работает. Говорит, ну я так не могу. Ну и LVM, естественно, позволяет очень легко делать резервные копии, там расширять диски. Короче, в общем, полная прелесть. То есть приятно работать. С контейнерами, с контейнерами вообще комичи гораздо. То есть, если с виртуалками плюс-минус понятно, там есть виртум стол, вот это все, там, пожалуйста, разверни, как тебе надо, инсталлятором попользуйся. С контейнерами пригонием гораздо. Значит, вообще, контейнеры создаются и запускаются из шаблонов, которые вам дает LXD. Это клево. Для большинства, да. Но если вы продвинутый борец, говорите, не, 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 о, чего вы мне тут привезли, я хочу вот сконфигурировать себе по-другому, то у вас возникает смешной вопрос, не, не, милочка, а как создать пустой контейнер, вот как я хочу. Вы будете сменять, соответ такой, ну, прикольный. Значит, смотрите, сначала вы берете утилиту DebootStrap, которая позволяет подготовить Rout of Fels для Debian или Ubuntu. Ну, это я вам DebootStrap говорю, это для Debian Ubuntu, я не знаю, в Cintosh наверное свои инструменты для этого есть. А дальше, знаете, как прикольно? А дальше прикольно. Дальше керлом мы тыкаем там в сокет LXD и говорим слушай, а создание контейнера, то есть, ну, удобный способ на самом деле. Я шучу, конечно. Но по-другому нельзя. Но это еще не все, подождите. Вот как бы вот эта команда, она что делает? Она создает пустой контейнер с именем, который мы описали. Все классно, но а как ему объяснить, что Routofest вот там, да отлично, вот так. И вот тогда мы создаем пустой контейнер, который живет так, как мы хотим. Именно поэтому я считаю, что контейнеры еще не дозрели, да, как бы до нормального продакшн использования, потому что вот это я не могу назвать удобным, то есть, как бы, как хотите. Нет, мне нормально, но многие из моих коллег на это посмотрели так немножко странно, говорят, ты что? Я говорю, ну, да, вот так вот. Соответственно, в жизни контейнерам быть сложно вообще. То есть, у него своего ядра нет, у него загрузка проще, то есть, там, тупо винить стартует и говорит, ну, что, я пришел, поехали. Это классно, но надо монтировать Routofest в гипервизоре и тут сразу говорю, только, пожалуйста, вот Routofest не используйте никогда в жизни, там, жизнь была вообще, почему? А потому, что у систем D есть юниты специальные автомаунт, которые при попытке LXD обратиться в какую-то директорию с Routofest туда автоматом монтируют то, что вы попросите. Это очень удобно. Но это до многих не дошло еще. То есть, как бы, вот, мы когда катали контейнеры в тестах, мы использовали автомаунт, юниты, было все очень удобно, классно, здорово. Окей, выводы. Значит, нам хорошо с КВМ, с миграцией отлично, с контейнерами пока не по пути. Да, для тестов контейнерами отлично, для пауэлл-прода пока нет. Да, мне нравится производительность КВМ. Это реально привычнее смотреть в топ, то есть, как бы, зашел на гипервизор, топ набрал, посмотрел, нежели запускать утилиту под Windows, коннектиться к гипервизору и там что-то смотреть. Так себе идея. И, да, мы в восторге реально от миграции. То есть, она бомбически работает. Еще раз, если хотите полного удовольствия от нее, вам все-таки нужно общее хранилище. Но она реально бомбически работает, машинка переезжает практически моментально, ничего не рвется, как бы, ни единого разрыва, все хорошо. И, что мы в итоге получили? Мы отказались от ESXi, мы еще в процессе этого отказа, то есть, еще не 100% перешли в КВМ, но, как бы, у нас нет сомнений в дальнейшем пути, и мы туда, естественно, перейдем. Сейчас мы не собрали еще все грабли переезда, потому что, к сожалению, вот, используемую нами систему для управления конфигурацией, Мишев сервер, еще не вышел нормальный релиз, допустим, под 18.04. А ZADEX выйдет только в третьем квартале, как зарелизится, который 4.0, и мы ждем. То есть, как только используемые нами ТУЗы зарелизятся, мы, соответственно, начнем массовый переход на 18.04, и это уже будет в КВМ. Спасибо вам. Комментарии, угрозы, пожалуйста, англес-электронной почты, и в телегу мне можно написать. Я не пользуюсь соцсетями, буду рад ответить на ваши вопросы. Есть вопросы? Я попустил начало, но, возможно, вы говорили, то есть, весь разговор начался с LXD, но почему это не докер и его чудесные кубернетис, опенстеки и прочее, или же наоборот, почему это, например, не nspawn, системдэшный? Значит, давайте я готов в опенспейсе буду еще раз и громко, что называется, с некоторыми нецензурными выражениями рассказать вам про контейнеры в докере, но давайте по-пацански раскрутим историю с самого начала. Итак, вы же знаете, что докер это контейнеры, которые начинали в обнимку с LXD, ну, с Linux-овыми контейнерами. Потом сработал синдром Not Invented Here, и ребята из докера решили, мы что, не пацаны? Мы что, не можем свои контейнеры запилить? Можем, и запилим, между прочим, и, понимаете, проблема докера в чем? Лично моя, я готов ее неоднократно высказать, не надо смешивать, понимаете, то есть, по мне, докер это классная система оркестрации, то есть, докер файлы классно пытаются заменить админов, и где-то успешно, да, но зачем они пытаются мне рассказать, как надо катать контейнеры, я не понимаю, понимаете, да, поэтому докер изначально нами не рассматривался, почему? Это средство оркестрации, да, то есть, как бы, как докер файла, мы используем шеф, нам с шефом гораздо вкуснее, чем с докером, поверьте мне, там есть ряд фишек, до которых докер, ребята, пока еще не дошли, но и бог с ним, мы не претендуем, да, это первое, второе, по поводу системдейн, спалм, там обратная ситуация, это, ну, вернее, она схожая, но обратная, то есть, как бы, поттеринг посчитал, что, чё, я не мужик, не могу контейнеры запилить? Ну, можешь, но есть одна разница важная, смотрите, когда контейнеры пилят canonical, ну, то есть, условно, за проектом Linux контейнеров стоит canonical, это canonical, понимаете, то есть, как бы, мы больше верим canonical, чем поттерингу, я считаю, поттерингу надо системдейн сначала допилить, пусть он вот, системдейн на ТВД, хотя бы допилить, там все будет хорошо, а потом уже переходить к контейнерам, но реально, поверьте, в плане обвязки, мы смотрели на N-Spawn, там ужасно, на самом деле, то есть, там, вот реально, это тот путь, который Linux контейнера прошли много лет, ну, как много лет назад, если мы в 14-м году, по-моему, первые контейнера стали катать, ну, как бы, поверьте мне, там детские болезни, которые уже у многих прошли, и уже не волнуют, понимаете, поэтому, к сожалению, да, вот, ну, как бы, вот оно вот так. Еще раз повторюсь, потому что мы, вот честно, я на каждой конференции общаюсь с людьми и объясняю им, ребят, мы не помнили, докер это не про контейнеры, это про докер-файлы, понимаете, а люди воспринимают не так, они говорят, докер классная среда катать контейнеры, и именно поэтому есть вот эта контрверсия, когда разработчики там классные, девопсом, все классно, выкатывают докер-файл, у него админы смотрят, потом говорят, можно, я уняюсь, вот, ну, когда им говорят, то в прод выкатывать его, примерно так. А про OpenStack что? Про OpenStack, да, тоже могу сказать, смотрите, OpenStack это клево, если вы canonical. Не, ну, не так сказал, если у вас 10 стоек железа, и вы хотите им более или менее рулить, знаете, из разряда, не зная каждый сервер, это нормально. классно работает. Понимаете, если у вас, вот, лично у меня, живых серверов, именно физических, в подчинении, ну, что, 10, наверное, ну, они так много, понимаете, для того, чтобы я брал OpenStack, который реально монструозен в этом смысле, да, и позволяет, еще раз говорю, он позволяет вообще не париться, не про конкретный сервер, в принципе, да, то есть, вы берете, как будто их в один котел понакидали и кашечку из них варите, все, это классно. Если у вас сотня стоек, у вас вообще нет другого момента, кроме как OpenStack, потому что иначе вы будете на админах, ну, разоритесь, да, как бы, все понятно. Вот, второй момент, это на храбрее есть пользователь Георгий Шуплин, Amarao, если интересно, найдите его комментарии по поводу OpenStack'а, он там подробностях же его писует, просто он это катал в проде, да, именно в проде, прямо вот, чтобы без шуток, да, а мы только так на тестах покатывали чуть-чуть. Ну, это классно, то есть, знаете, вот это вот, анализ подводных стуков, чтобы понять, почему у тебя инстанс тормозит, то есть, вот, серьезно, то есть, еще раз говорю, OpenStack классно, там, где много, у нас не настолько много. Весьма возможно, если там, говорю, станет у нас много, мы тоже скажем, пф, к ВМ, возиться серверами, мы в OpenStack'а поехали. Да, допускаю. Сколько у вас серверов? Смотрите, лично я отвечаю, говорю, десяток, плюс-минус, потому что там, ну, как бы, понимаете, у нас есть тестинг сервера, есть продакшен, они там иногда немножко мигрируют, да, вот, и то, по мне, я отвечаю, оно такое, размазанное, то есть, что-то, что-то мое уже, что-то, что-то унаследованное, там, и так далее, при этом, ну, как бы, они, чтобы было понятно, это не просто 10 серверов, это гипервизоры, там и ей внутри много, то есть, если считать в сумме количество операционок, которым я прикладываю ежедневно руку, там, мониторию и так далее, как бы, шесть десятков, примерно, но мониторинг и там управление я бы вынес в отдельный топик, это, как бы, ну, понимаете, то есть, оно, на самом деле, мой рассказ про КВМ и контейнера, он ни в коей мере не стоит это воспринимать, как некое объяснение еще там, как это мониторить, или что с этим делать, да, потому что отдельные принципы, и я об этом тоже часто рассказываю, ну, мы для мониторинга ZAPEX используем, и вот если вы используете хорошо, и во все поля, то, ну, я считаю, что количество серверов, управляемых одним одним, можно довести до нескольких сотен, вообще легко. Я имею в виду не в такой среде, как OpenStack, где они все одинаковые, нет, именно разными, с разными задачами там и так далее, понимаете, то есть, как бы, но про ZAPEX это отдельный разговор, хотите, если интересно, могу в куларах рассказать, то есть, как бы, мы его используем во все поля достаточно жестко. Мы его используем еще для мониторинга сетевого оборудования, там, где хостов не десятки, сотни, там их тысяча, там тоже есть свои особенности, но тоже вполне себе съедобно, вкусно, нам нравится. Спасибо! Спасибо, Евгений. Так, следующий доклад у нас в 15.00, там как раз тема OpenStack будет затронута, и еще напоминаю, опять про дискуссии, пишите свои темы, и в 16.00, кто участвует в конкурсе Атакбарса, или кто еще не участвует, подойдите туда, запишите, будет розыгрыш.